Президент Украины Владимир Зеленский отправил Алексея Резникова в отставку с поста министра обороны. По словам украинского лидера, оборонному ведомству нужен новый подход, не в последнюю очередь в борьбе с коррупцией, от которой страдают военные контракты. Новым министром обороны Украины назначен Рустем Умеров. Будучи главой фонда госимущества, он хорошо себя проявил как борец с коррупцией. Подробнее об отставке Резникова мы поговорим с украинским политологом, главой правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте, большое спасибо, что присоединились к нам. Президент Зеленский, комментируя отставку господина Резникова, сказал о том, что оборонному ведомству Украины необходимы новые подходы. Что, на ваш взгляд, имел в виду Владимир Зеленский, какие изменения в настоящий момент необходимы Минобороны Украины? Если говорить об изменениях, то, конечно, в первую очередь речь идет о наведении порядка внутри министерства, о наведении порядка в закупках, в государственных закупках, которые осуществляют для армии Министерство обороны. У нас еще несколько лет назад была проведена реформа, которая разделила функции армии и Министерство обороны. Министерство обороны не руководит военными действиями. Этим занимается руководство вооруженных сил Украины, Генштаб. А Минобороны занимается политическим представительством военного сектора, парламенте, для общества, занимается политическим и гражданским контролем над военными. И также занимается функционально-бюджетным планированием военного сектора и государственными закупками. И вот с государственными закупками возникла проблема. К сожалению, эта проблема на самом деле не только для Министерства обороны. Это такая давняя коррупционная проблема в Украине. Ну и на самом деле не только в Украине, во многих других постсоветских странах и даже не только постсоветских. Но эта проблема в условиях войны, конечно, воспринималась очень болезненно, остро, критично. В январе, после журналистских расследований, выяснилось, что цены на некоторые продукты питания для военных были существенно завышены. Вот возник большой скандал. После этого скандала возникла идея заменить министра обороны. Еще в январе месяце. Тогда была идея заменить Резникова на главу военной разведки Кирилла Буданова. Но Буданов не захотел уходить из армии. Потому что министр у нас должен быть гражданский человек. Буданов хочет оставаться в армии. И поэтому были проведены другие кадровые решения. Были заменены некоторые заместители руководителя министра обороны. Был арестован один из заместителей, который отвечал как раз за эти закупки. Был арестован начальник департамента по государственным закупкам. Эти люди сейчас в тюрьме и проводятся следствия. А Резников в итоге остался на посту министра. Вот поменяли только некоторых заместителей. Однако летом возник еще один скандал. Он касался проблем прошлого года. Не новых. По новым закупкам уже после обновления руководства вроде бы проблем нет. Во всяком случае таких существенных, критичных. Но возник скандал по поводу того, что купили еще в прошлом году вместо зимних курток летние. Цена была завышена. При этом к покупке этих курток была причастна фирма, связанная с депутатом парламента. И этот скандал тоже ударил, конечно, по министерству. И возникло такое чрезмерное конфликтное напряжение вокруг Министерства обороны и вокруг самого министра. Он лично, судя по всему, не причастен к этим злоупотреблениям, к этим проблемам. Но он несет политическую ответственность за министерство. И в июле, после того, как еще был уволен с должности посол Украины в Великобритании, возникла такая идея направить Резникова послом в Великобританию. Потому что Резников себя хорошо проявил как хороший переговорщик, очень хороший коммуникатор в работе на платформе «Рамштайн», где собирались министры обороны разных стран, где как раз решался вопрос о закупках оружия для Украины. И вот возникла такая идея, раз Резников такой хороший природный дипломат, давайте направим его на дипломатическую работу. Однако, когда начали искать замену Резникову, вот оказалось, что не все хотят на должность министра обороны. Вот слишком много внимания, вот этого конфликтного напряжения вокруг этой должности. И поиск нового министра обороны затянулся больше, чем на месяц. Вот только в конце августа возникла кандидатура у Мерова. Поэтому вот в чем главная задача замены министра обороны? Прежде всего, снять конфликтное напряжение вокруг министерства. Чтобы не было вот этого какого-то скандального оттенка, чтобы не было критического внимания средств массовой информации. Как правило, такие проблемы решаются именно кадровыми заменами. То есть вместо старого руководителя приходит новый, новый получает хотя бы на какое-то время определенный кредит доверия. Тем более, что у Мерова, что очень важно, у него очень хорошая репутация. Он очень себя хорошо проявил. Он представитель Крымской татарской общины. И политическая репутация у него была хорошая, когда он был депутатом парламента. И за год работы в фонде госимущества он тоже показал, что он умеет наводить порядок в ведомстве, где также была коррупция. Предыдущий руководитель фонда госимущества, он уехал из Украины, но практически сбежал. Идет расследование. Его тоже обвиняют в коррупции. И вот у Мерова, судя по всему, удалось навести порядок в этом ведомстве. И, конечно, от него ожидают, что он наведет порядок и в Министерстве обороны. Во всяком случае, такие ожидания есть. Поэтому снять конфликтное напряжение, улучшить репутацию ведомства и навести там внутренний порядок, прежде всего с государственными закупками, чтобы не было вот таких вот скандалов, которые произошли в течение года. Владимир, как известно, новый министр обороны Украины Рустем Умеров был одним из участников переговоров с Россией в прошлом году. Как вы относитесь к мнению о том, что назначение Умерова – это такой сигнал Киева о том, что украинское руководство сейчас рассматривает возможность мирных переговоров с Москвой? Или в нынешней ситуации никаких мирных переговоров речи быть не может? Ну, тема переговоров о завершении войны в Украине, она периодически обсуждается. И в прошлом году обсуждалось, например, не только в марте, когда были реальные переговоры, но и осенью, например, и сейчас периодически тема возникает. Но реальных переговоров нет, скорее даже наоборот. Вот недавняя встреча Эрдогана и Путина в Сочи показала, что Путин не хочет договариваться, он делает ставку на войну. И это, к сожалению, признал и президент Турции Эрдоган. Украинская сторона не против переговоров, но наша позиция принципиально, о ней говорил и президент Зеленский, и говорил министр страны дел Кулеба, есть условия, российские войска должны выйти с украинской территории. После этого возможны переговоры. Пока не похоже, что Россия на это готова, скорее наоборот, они пытаются наступать на отдельных направлениях, хотя и украинские войска тоже ведут наступление и на юге, и на отдельных направлениях на востоке, в частности под Бахмутом. Поэтому нынешняя ситуация такова, что переговоров нет, и на данный момент обе стороны, которые воюют между собой, Россия и Украина, не готовы к переговорам. По поводу Мерова. Умеров действительно проявил себя как хороший переговорщик, и это учитывалось при назначении. Все говорят о его участии в переговорах в марте прошлого года. Поясню, почему он оказался в этих переговорах. Это очень важный момент. Я уже упоминал, что Рустам Умеров является представителем Крымско-Татарской общины. И у него еще со времен, когда он работал помощником Мустафы Джамилева, главы Крымско-Татарского Меджлиса, Меджлиса Крымско-Татарского народа, сложились хорошие контакты в Турции. Он имеет доступ в офис президента Эрдогана. По некоторым данным, Эрдоган его лично знает. Но вот он имеет доступ в офис. И его использовали именно как контактера с турецкой стороной, прежде всего. Потому что переговоры, которые велись тогда, в марте и позднее, они касались разных вопросов. И Турция выступала в роли посредника. В частности, уже позднее, именно в связи со своими контактами с турецкой стороной, Умеров принимал участие в подготовке зернового соглашения и в переговорах об обмене пленными. В частности, это были переговоры об обмене азовцев, руководства полка Азов. Так что в этом плане Умеров действительно проявил себя как переговорщик. Но главным были его контакты с турецкой стороной. Но не только. Он также обеспечивал контакты с руководством Саудовской Аравии и в обмене пленными. Потому что там часть пленных обменивалась с участием Саудовской Аравии. Он участвовал в переговорах в Саудовской Аравии, которые недавно состоялись. Они касались формулы мира президента Зеленского. И Умеров был в составе украинской делегации. Это также было связано с тем, что у него сложились хорошие контакты с офисом наследного принца. Он тоже с наследным принцем встречался ранее. И, судя по всему, по неофициальным данным, Умеров является одним из главных украинских переговорщиков со странами мусульманского мира. В частности, опять-таки, по неофициальным данным, Умеров, даже находясь на посту главы фонда госимущества, обеспечивал закупки оружия в некоторых незападных странах. Так что вот по линии Минобороны он уже немножко работал по закупкам оружия. Но как переговорщик он себя действительно проявил на разных направлениях. И, судя по всему, оценка его работы была очень высокая. Об этом говорил и президент Зеленский, когда его представлял. И также, судя по всему, у Мерова сложились хорошие отношения с главой офиса президента. Вот нынешний глава офиса президента Андрей Ермак, он тоже занимался переговорами. Ну, собственно, он курирует переговоры. И Ермак как раз действовал, скорее всего, под его начало... Вернее, и Умеров действовал как раз под началом Ермака. Я думаю, это тоже способствовало его назначению. Но речь на данный момент не идет о переговорах с Россией. Я думаю, что есть надежда на то, что вот эти переговорные навыки, умения и опыт переговоров пригодятся Умерову в контактах с министрами обороны различных стран мира, в частности, на платформе «Рамштайн». Кстати, отмечу, что у Мерова опыт работы в США. Он еще до депутатства занимался одним из проектов подготовки молодых украинских лидеров в США. Он хорошо владеет английским языком. Поэтому я думаю, что у него есть контакт. Он занимался проектом в Стэнфорде. В Стэнфорде работает Макфол, бывший посол США в России, который, кстати, возглавляет тоже рабочую группу вместе с Ермаком по санкциям. Там же работает, скажем так, Кандализа Райс, работает Фокуяма, много известных людей. Поэтому я думаю, что у Мерова есть еще и неплохие американские связи. Все это, конечно, тоже учитывалось при назначении. Если в перспективе начнутся переговоры о мире, то надо понимать, это будет решение, прежде всего, президента Украины. Кто будет участвовать в переговорах? Кто возглавит делегацию? Кто будет переговорщиками? Это будет решать, конечно, руководство страны. Я не исключаю, что у Меров, поскольку речь идет о войне, у Меров с высокой вероятностью, может быть, составе переговорной делегации, опять-таки, учитывая его опыт переговорщика. Ну и также, сейчас пока, говорю, переговоров нет, но в перспективе, если переговоры начнутся, то очень велика вероятность, что посредником будет выступать Турция. Вот как она выступала посредником и в зерновом соглашении, и в обмене пленными. И, естественно, тогда у Меров с высокой вероятностью тоже будет участвовать в переговорах. Владимир, спасибо вам большое. Всего доброго и хорошего дня. Об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова мы говорили с украинским политологом, главой правления Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко.